Как сделать наш любимый город еще привлекательнее и гостеприимнее для нас самих и для туристов? Этой теме будет посвящен региональный семинар Университета Комитета Гражданских Инициатив, который пройдет 23 мая в Чебоксарах. Узнать подробности мы сможем уже сегодня в нашей студии научный куратор Университета КГИ, архитектор, доктор исторических наук Александр Сагомонов. Александр, здравствуйте. Здрасте. У нас существует такое негласное правило у журналистов. Иногороднего гостя нельзя спрашивать о том, а как вам город? Но вот все-таки здесь я сделаю такое исключение, потому что вы здесь не первый раз, вы наверняка готовились, потому что семинар будет посвящен Чебоксарам. И вот в одном из ваших... Нет, не Чебоксарам. Не Чебоксарам, Чебоксарцам. Наверное. Хорошо, пускай так. В одном из ваших интервью я слышала, что вы города сравниваете с людьми. Вот в частности Ставрополь – это такой обстоятельный мужчина, женатый, с тремя детьми и с любовницей. Чебоксары тогда, кто это такой? Где вы это нашли? Не так важен город Чебоксары, как важно его окружение. А его окружение – это старинные, маленькие, 20-тысячные, 15-тысячные города. Тоже в республике. В республике, разумеется, в республике. И они и есть самая большая привлекательность. Вторая вещь. Смотрите, в современной теории туризма существуют две проблемы. Первая проблема – как формировать запрос. Вторая проблема – как позиционировать дестинацию. То есть, куда я еду. Дестинация – это значит destination, да? Куда я еду. Если я ее не позиционирую, я могу случайно здесь проехать и не приехать никуда. Я как раз об этом хотела вас спросить. Потому что средняя полоса России. Море нету, горы нету, древней архитектуры европейской нету. Вот это вот как раз destination. Как обозначить, на чем акцент-то сделать нам? И в том числе Чебоксару. Отличный вопрос. Непринципиальная политика в области туризма строится на 3С. Так. Sun, Sand, Sea. Так. Море. Понятно. Песок. И солнце. И солнце. У нас этого ничего нет. И никогда этого ничего не будет. Так что делать? Я очень хорошо знаю опыт Суздаля. Почему туда хотят приезжать люди? Я тоже знаю, почему я бы хотела посетить Суздаль. Это архитектура церкви Медовуха. Черта с два. Они едут туда, потому что атмосфера города середины 19 века не поменялась. В моей жизни был удивительный опыт. Я очень-очень рано оказался случайно во Франции. И меня привели на заседание городского совета. И на заседании городского совета выступал мэр Жак Ширак. Он обратился к ребятам и сказал, ребята, Париж теряет свое самое главное качество. Эти сидят и думают, о чем он? О чем он? О каких вещах он говорит? Вы думаете, что он говорил про собор Парижской Богоматери? Или же про Эфелеву башню? Он говорил им о том, что французы не могут себе позволить пойти в кафе. Это дорого для них. А это их главное качество. Конечно, кофе, круассаны, газеты. И тогда на меня это произвело очень сильное впечатление. И я решил, что вот именно этого у нас в России не хватает. Смотрите, мы имеем прекрасную архитектуру. Мы имеем памятники. Мы имеем что-то такое, что можно руками пощупать. А нам, чтобы продать людям и чтобы развить действительно туристическую дестинацию, надо то, что не руками трогается, а то, что ощущает атмосфера. Я прекрасно знаю, что вы можете продать речку. И я прекрасно знаю, что вы можете продать маленькие города, которые расположены с вами. Чебоксары – это лучшие ворота на Волжскую Россию. Которые никто не знает. Эти все малюсенькие городки потрясающей красоты и самобытности. Их никто не знает. А приехать туда и посетить их можно только через вас. Только через Чебоксары. Значит, Чебоксары – это инфраструктурные ворота на неизвестную Волгу. То есть сюда можно прибыть в Чебоксары, чтобы посетить тот же самый Мэринский пассат, например. Да, например. А вот тоже, почему захочется их посещать? Ну, набережные, да, это понятно. А как еще? Река – что это? Это может быть, я не знаю, рыба. Вверх – это рыба. Вторая идея для Чувашии – это рождение смыслов. Это то, что является предметом для того, чтобы это разработать. Это тема, которая должна быть придумана. Химель мы растим, пиво варим вкусно. Это, кстати, между прочим, это тоже немало уже. Но я хочу вам сказать такую вещь. Я, когда езжу по российским регионам, я им всем говорю. Не стесняйтесь врать. Придумать легенду в этом случае? Конечно! Потому что легенда притягивает. Она интересная. Это, знаете, как в городе Мышкине. Вот какой-то там князь чего-то там такое сделал. Там змея его чуть не убила. Но она притягивает бесконечное количество людей. Они все время туда ездят. Я тогда подытожу по поводу Чебоксар и Чувашии. Что Чебоксарам, во-первых, нужно создать инфраструктуру, через которую можно направить потоки. Это самое главное. Придумать городам атмосферу, легенду. И какой-то смысл, почему туристам стоит все-таки к нам ездить. Смысл должен быть республиканский. Не Чебоксарский. Все города, да. Все маленькие города, которые стоят на волне. Это самое главное. Ну что ж, мне кажется, вот на этом мы с вами, на самом деле, да, вынуждены закончиться. Насчет семинара, который пройдет 23 мая, я думаю, что все желающие еще успеют зарегистрироваться. И напомню, что мы беседовали с научным куратором университета КГИ, архитектором, доктором исторических наук Александром Солгамоновым. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!